В день воинской славы России, в день победы русских полков над татаро-монгольским игом в 1380 году во время Куликовской битвы произошла торжественная церемония принятия двух кадетских классов из 17-й и 60-й школы в ряды юно-армии. Она набирает обороты, мы видим, что есть потребности, есть запрос на это, и наши деятельности, подрастающие поколения активно вливаются в юно-армейское движение в целом по России. В жизни каждого человека есть такие дни и события, которые всегда определяют всю дальнейшую жизнь. Я убежден, что сегодняшний день для вас не только запомнится, но и во многом определит ваш дальнейший жизненный путь. В Ярославской области накоплен значительный опыт военно-патриотического воспитания детей и молодежи. В регионе действуют 150 кадетских классов в 8 муниципальных районов и работают почти 250 патриотических клубов. На данный момент в ряды юно-армии вступили почти 400 юно-армейцев, 372, если быть точным. Но на этой неделе планируется принятие еще 100. Вот в этом составе, плюс мы еще добавим детей из Тутаева и Михайловского, юно-армейцев, вот кандидата, который в юно-армии, они 6 октября поедут в 331-й гвардейский парашютно-десантный полк со знакомительной поездкой. То есть воины-десантники покажут свой быт, как иют, потому что я верю, что многие из этих ребят, они продолжат свою службу в вооруженных силах Российской Федерации. В церемонии приняли участие представители правительства области, общественных организаций, ветераны Афганистана и Чечни.